Молодой певец Рено запомнился бакинским слушателям после того, как исполнил песню, которая на протяжении нескольких лет ласкает слух бакинских зрителей. Это песня Эльдара Мансурова «Байатлар», которую прекрасно исполняла бриллиант Дадашева. И каково было удивление бакинцев, когда по телеканалу Останкина услышали знакомую песню в новой интерпретации. И я думаю, в этом заслуга поэта Николая Денисова и, конечно же, самого Рено. Я очень рад, что сегодня ты у нас в гостях, что ты у нас в городе. Это твой первый приезд, насколько я знаю. И мне бы очень хотелось узнать, какие у тебя впечатления, потому что уже вчера прошел концерт, я знаю. Да. Должен сказать, что дело в том, что мое появление в замечательном городе, действительно замечательном, красивом городе Баку, это первое. И так получилось, что Азиза пригласила на эти концерты отдохнуть и появиться на экранах и на сцене вашего замечательного города. Я рад, что я приехал на самом деле. И должен сказать, что песню, которую я, скажем, вживую спел вчера на концерте, и люди услышали, увидели меня вживую, как все говорят, вживую мы видим артист. Это было прекрасно, это было замечательно. Для меня это был приятный сюрприз. Это было классно. Расскажи, пожалуйста, я думаю, зрителям интересно, я просто знаю об этом, каким образом у тебя появилась идея спеть эту песню, каким образом она к тебе попала? Это была такая интересная идея. Это странный был случай. Дело в том, что когда у продюсера моего, Нази Манадирова, случайно оказался лазерный диск, случайно оказался лазерный диск группы Ашхабат, туркменская, скажем, фольклорная группа, где случайно я услышал эту замечательную мелодию. И там была такая аннотация Питера Гэбриэля, что это прекрасная мелодия, просто покорила и Лондон, и Германию, и все остальные страны Европы. И я говорю, Нази Манадирова, это прекрасная мелодия. Бывают такие моменты, когда даже ты же тоже певец, ты же тоже поешь. Вот берешь музыкальную композицию и чувствуешь, это твое или не твое. Вот так получилось, что эта песня, эта музыкальная инструментальная мелодия оказалась моей. То есть те мысли и чувства, которые были заложены композитором Эльдаром Мансуровым, прекрасным композитором, были созвучны моим мыслям и чувствам. И так получилось, что потом мы очень долгое время с Колей Денисовым думали, о чем же может быть эта песня. И так получилось, что здравствуй. Легко и просто. Это сейчас легко и просто, а год мы работали, писали эту песню, придумывали разные такие фишки. Самое смешное, что все запоминают не здравствуй, а чуть-чуть человек восточный почему-то. Ну, все-таки спасибо хоть на этом. Хотя там очень прекрасные слова. Я думаю, ты помнишь ее, да? Конечно. Здравствуй, звезда моя такой шальной разгульной жизни. Здравствуй, мечта моих таких шальных и скромных мыслей. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Через год от моих знакомых Ты меня будешь прятать дома А пока не смотри так строго Да ещё погулять немного Но не смей подражать мне в этом И встречать с кем-нибудь рассветы Не забудь мой киржалок точен Я чуть-чуть человек восточный Мы с тобой будем долго-долго шумно жить А не в тихом углу Ты в моём грешном сердце царствуй А пока дай мне сказать Здравствуй, звезда моей такой шальной Раскульной жизни Здравствуй, мечта моих Таких шальных нескромных мыслей Здравствуй, цветок моей Такой шальной волны песни Здравствуй Здравствуй, звезда моей Такой шальной Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я хотел бы тебе задать один вопрос. Понимаешь, ни для кого не секрет, что молодым на эстраде очень тяжело. Тем более в такой огромной России. Я бы хотел тебе задать такой вопрос. Молодой певец, который выходит в первый раз на сцену. Вот как ты думаешь, он должен быть готов, правда? Вот к чему он должен быть готов? К чему? К трудностям, наверное. Но в то же время надо не думать о трудностях. Нужно просто делать свое честное дело. И те песни, которые поешь со сцены, они должны быть откровенными, искренними. И чтобы эти песни были твоими. Чтобы на сцене должна быть личность. Если слова, которые заложены в песне, пронизаны твоим нутром и проходят через тебя, это всегда успех. Я считаю, что к личности еще должны прилагаться спонсоры. Нет. Ты знаешь, дело в том, что... Ну, это потом, чуть позже. Но сначала нужно показать себя, что ты на что-то способен. У меня никогда не было спонсоров, никогда не было людей, которые помогали мне в моей творческой работе. Все, в принципе, делал сам. Так же, как и ты. Талант есть талант. Талант никуда не скроешь. Спасибо. Скромно сказал. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ты мне скажи, Ирино, а какие у тебя впечатления о бакинском зрителе? Дело в том, что это не мой концерт. Вчера очень много работал Азиза. Но все равно две песни, это тоже... Замечательно, потрясающе. Ты почувствовал то, что тебя знают? Да, да, да. Я сегодня гулял по городу, ходили на пляжи. И видно было, как вы, замечательные зрители, помните, любите эту песню. Прекрасно было. Хороший зритель, добрый, отзывчивый, откровенный. И все эмоции, которые заложены в людях, в зрителях, которые сидят в зрительном зале, они отдают все своими аплодисментами. Скажи, а есть у тебя кумиры? Кумиры, кумиры. Кумиры. Люди, которые... Кумиры... Кумиры. Люди, которые никогда не делили свою жизнь на просто жизнь. И просто жизнь в искусстве. Есть, конечно, это Фаёна Георгиевна Раневская, Плесецкая. Ты имеешь в виду на эстраде? Ну, вообще. Вообще? Я вообще никогда не делал себе... Никогда не строил кумиров. Я просто учился у людей, которые работают в искусстве, и люди, которые зашли, зашли в Золотой фонд. Я учился у них понемногу. У каждого. А в частности на эстраде? Я не могу сказать, у кого учился. Но я учился у всех людей, которые... У всех исполнителей, которые появлялись на телекране. Я помню, в детстве я очень любил Шульженко, любил Богомаева, любил Утёсова, любил... Так, как я жил в Ташкенте, очень был замечательный певец, Фарух Закиров. Яла. Яла, да. И его брат. Вот я у них учился. Я думаю, нашим зрителям будет очень интересно узнать о твоих истоках, о твоих родителях. Вообще, откуда ты родом? Родом? Самое смешное же... Все спрашивают, откуда я родом? У тебя просто такая экзотическая внешность. Хочется немножко открыть этот секрет. Родом, родом. Ну, начнем с того, что я родился при приземлении. В самолете прямо родился. Из Уфы в Ташкент. Потому что родители жили в Уфе, и потом они переехали в Ташкент. Вот я родился. Родился так, получается, что, значит, между небом и землей. И очень долгое время провел детство, юность, скажем, отрочество. В замечательном городе, сейчас можно сказать, штат Узбекистан. Штат Узбекистан. Вот. Учился там. Закончил театральную школу, закончил музыкальную школу. Потом меня пригласили в группу Садо. Замечательная была такая группа. Ты помнишь ее, да? Да, мы вместе работали там очень долгое время, где-то 6-8 лет. Вот. И вот так получилось, что мы до сих пор все вместе, все вместе работаем. Вот так вкратце я рассказываю. Это очень приятно, конечно, когда коллектив сохраняется на протяжении лет. Да, были какие-то моменты, когда я уходил в армию. Жизнь всегда бросает актеров, людей в разные стороны. Так получилось, что какое-то время мы не работали вместе, а потом бац, вдруг встретились в Москве, потому что она уехала на Юрмалу, потом я приехал на Юрмалу. И так получилось, что мы опять вместе. Но не всегда бывает. Бывает, когда-то я один уезжаю. Но в основном бывает, что мы постоянно работаем вместе. Ты мастерица, ты Загадывай загадки Сам мудрец на них Ответов не найдет Я влюблен в тебя Навеки без оглядки О, товарная принцесса Дурандо О любви твечу То глонка, то краткой Пусть тебе ищу То прямо, то в ход Ты сама Неразвешимая задавка О, товарная принцесса Дурандо Дурандо За тобой я хожу целый год Дурандо Но не знаю, в душе твоих год Дурандо 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 Все наоборот Ты потерпишь Поражение в этой схватке О, коварная принцесса Туранго Ты поймешь, нелюбимый быть не сладко И как в сказке чудо Вдруг произойдет, перестанешь Ты загадывай загадки О, коварная принцесса Туранго Туранго За тобой я хочу целый год Туранго Но не знаю, кто шоколекон Туранго 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 Но не знаю, кто шоколекон Туранго 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 Вот у голливудских звезд И у наших, пожалуй Вплоть до того, что Преследуют Убивают Не знаю Там Грабят Вот как ты относишься? Какое у тебя чувство Вот к этому? Как считаешь, это нормальное явление? Это хорошо или плохо? Мне просто хотелось бы твое мнение узнать Поклонники это хорошо Это замечательно Это стимул Критики тоже хорошо Потому что тоже стимул Потому что учишься И когда хорошая критика Когда точно говорят Когда люди приходят на концерты Смотрят И потом красиво это описывают То-то сделал так Или не так сделал Ты всегда учишься И вообще вся жизнь Это актеры Это всегда учение А что касается того Убивают ли там Преследуют Грабят Плохо, конечно Кому приятно, когда грабят людей Любивают Еще Потом святые люди Мы же святые люди Нас не должны не грабить Нам надо даже помогать Потому что мы дарим радость Песен Это же Это классно же Кто? Как не мы? Что бы люди делали Если бы не было вообще музыки? Как ты считаешь? Я тебе вопрос задаю Не было вообще бы ничего Надо было бы тяжко, конечно Поэтому помогайте Помогайте молодым Талантливым людям